ну что друзья всем привет с вами снова инаки с нами снова сообщество the red сегодня мы будем подводить итоги конкурсов двух которые проходили в группах в группах hp россия которые располагались и в контакте и в фейсбуке первый конкурс назывался подвиг леонида вот суть и того и другого конкурса заключалась в том чтобы вы присылали выкладывали свои реплеи лучше реплеи так сказать нагиба да то есть это могло быть все что угодно это могли быть какие-то реплеи хороших выстрелов где вы много настреляли где вы много насветили где вы хорошо попадали и так далее и так далее первый конкурс реплеи выкладывались в группе хилит пакард россия в контакте вот там ставились лайки непосредственно по голосованию по этим лайкам и выбирался победитель у нас победителя определились определялись довольно таки долго не было там изначально какого-то четкого лидера все время там два претендента шли ноздря в ноздрю и вот собственно не загружали все это на вот replays.ru вот у нас есть вот уже эти реплеи но они изначально были люди их отсматривали и собственно делали свои выводы так вот кто у нас собственно занял третье место это игрок с ником волан либо волан не знаю как правильно прошу сразу меня простить и играл он на такой вот довольно таки интересный на данный момент артиллерии су-26 мы сейчас скачаем его реплей посмотрим его собственно посмотрим как он нагибал что он делал борта довольно таки интересные мы все знаем что су-26 является артиллерией третьего уровня сейчас на данный момент та артиллерия которая может стрелять довольно таки легко может стрелять и пробивать все голдой да голдовыми снарядами за серебро которое может пробивать все включая шестые тире седьмые уровня вот который ее в принципе не закидывает вот смотрим начинается бой на карте westfield составы команд довольно таки хорошие для игрока потому что он 3 арта максимальный уровень танка 4 и он собственно легко может ваншотить эти танки кстати вот я сейчас уберу камеру видите даже то есть он с топовым орудием у него в 18 патрон за серебро и 10 за голду которая пробивает 160 повреждение наносит 270 и тут вот пробиваемость 61 и повреждение тоже 270 из модулей стоит ничего фантастического стандартный регулятор оборотов ремонт с аптечка и собственно труба чтобы еще наверно самому себе подсвечивать ну давайте перемотаем выезжает на позицию выезжает на позицию палач не палач а волн вот прицеливается стандартная позиция сведения на westfield довольно таки стандартная сюда всегда чаще всего едут все тяжики но вот тут появляется первая цель совсем в другом месте нежели там где он думал вот первый выстрел и вот такой вот сплэш собственно да на 80 18 точнее хп еще раз сплэш и вот по кулдауну накидывает просто в цель цель стоит на гуслях двигаться не может и наверное сейчас доберется нет не добрал не попадает вот какие-то три неудачных первых выстрела может показаться что а какой же там будет скиллшот вот еще раз попадает сплэшем прям просто засплэшевал там весь экипаж уже контузило отправляет последний снаряд да это фраг первые первые лт шечка отправляется в еще один выстрел и еще минус 5 хп вот так вот забрал просто подбирающихся к нему врагов сводится направо теперь справа фланга просто не уломится и еще выстрел и точное попадание с хода как говорится с вертушки в щи не отличная стрельба везет с попаданиями вот тут мимо небольшой промах но сейчас еще раз сведется наверняка и как бы не даст шансов этой позже очки она уезжает за дом целится выцеливать стреляет попадает фраг 3 фрага друзья две минуты а фрага уже три то есть человек идет по опережающему графику то есть отыграли две минуты набей 3 фрага перейти график фраг один фраг в минуту мимо не попадает вот но ребят не особо прячутся дома пытаются выбирать какие-то укрытия ну и помогает нашему артиллеристу давайте немножко перемотаем вот выцеливает пт-шку пт-шка стоит не двигаясь не хочет она никуда прятаться хочет просто вот так вот отдаться но это не его фраг не попал он к сожалению забирает его т-57 но тут как бы благодать бт-7 просто вот отдается сразу же почти без особых претензий на то чтобы выжить 4 фрага уже и прошло кстати три минуты вот видите с опережением плюс один фраг как говорится ко времени мотаем еще чуть вперед выцеливает попадает там по моему стреляет еще раз сплэш полное сведение но не попадает точно перематываем еще чуть-чуть вот уже сравнял сравнялись минуты по количеству фрагов враги уже не лезут так как там осталось 5 арт арты сами не приедут как говорится пересводится пересводится он на арту стреляет без точнее на рту на ст-шку на лт-шку точнее и стреляет без сведения но вот так вот сыпется снаряды но все рядом все рядом и вот попадание и pz-38 на такой вот танк благодаря которому можно прокачать мауса отправляется в ангар давайте немножко перемотаем вперед уезжает кусты понимает что сейчас будут ехать арты или будет ехать или будут ехать пт-шки и стоять ему там не стоит потому что прикрывать его уже некому ну хорошая грамотная игра попадает отлично пробивает попадает ваншот делает 46 вот так вот убрал легко и непринужденно собственно по просто вот светлячка который к нему уже приехал хотел добивать но не тут-то было тем временем фрагов союзники его умирают видать не хотят вообще выигрывать этот бой подумаешь что у парня уже воин просто вот какие-то скромные такие достижения там воин наверняка больше 1000 урона вот я бы стрелял без засветок на что там сломалось что-то вот он все таки находит цель на радаре и цель вот так вот просто отдается пытается выцелить сушку и получает сразу же фугасом в кабину в кабину прилетает такой огроменный чемодан и собственно уносит пт-шку туда куда-то наверх в ангар сводится еще раз и попадание но на 66 хп вот вы видите что не осталось почти снарядов и собственно убирает а-20 зарабатывает восьмой фраг ну тут арта просто закидывает просто вот такими шквал артиллерия просто сплошная и все мимо 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 уворачивается просто видите вот так двигает камерой наверное как-то гипнотизирует арту чтобы она в него не попадала давайте немножко перемотаем вперед приезжает первая арта приезжает вторая арта забирает он одну из арт отлично 9 фрагов просто на сушке 9 фрагов стреляет еще раз десятый фраг но он засвете ой-ой-ой в засвете он у него кстати осталось три патрона вот тут начинают его закидывать оставшиеся три арты сводится целится стреляет 11 фраг да сколько ж можно просто давай подходи по одному нападай как говорится отличная просто игра на сушке то есть соперники лезут он раздает просто подачи два патрона два фрага друзья почти невозможное колобанова сделать нереально просто если вот сделает но это просто первое место я бы отдал такому такой игре первое место ну понятно что дисбалансная немножко арта все понимают что но надо все-таки суметь пострелять на такой арте конечно соперники вылазит все есть но вот сейчас сейчас его выцеливают и забирает двенадцатый фраг один патрон one shot one kill no luck just kill смотрим но мне кажется сейчас соперник приедет на его базу наверное не будет там отсиживаться и начнется какой-нибудь захват базы просто быстрее и он не успеет назад нет захват базы уже не получится сделать потому что вот кстати он светит светит смотрите смотрите светит это афк-шный афк-шный и да это просто колобанов это 13 фрагов это бешеное количество урона это су 26 и ядерной ноги под игрока валан из клана 76 а он занимает третье место и за вот такой шикарнейший просто шикарнейший бой получает 2500 голды собственно второе место это бой на танки к в 5 игрока с никнеймом дракон вот мы сейчас скачаем и обязательно посмотрим и этот реплей открываем шикарная игра просто вот во всем везло и как говорится и везло но везет вы знаете сильнейшим поэтому вот отличное вот так вот надо играть на су 26 причем заметьте не все было заряжено голдой не всегда попадал и все прошло отлично смотрим никнейм игрок от дракон танчик к в 5 мы все знаем что это отличный танк тяжелый видим что заряжено 12 фугасов нет голды вообще 48 бб шных патронов и собственно аптечка ремонт и огнетушитель и вот смотрим что собственно будет делать игрок но он видно что стоит защите понимает что нет смысла наверное как-то ломиться вперед так как он является тяжелым танком так как он не сможет какой-то выдать гигантский дпм и сможет играть только при поддержке дружественных танков да не сможет в одиночку все это убить вот приезжает делает делает хороший фраг довольно таки и сталкивает вот так вот вот минус арта просто минус арта вот последним фрагом столкнул просто арту воду затопил француза вот собственно давай французская лягушка на дно вот такой вот бой от дракона вам он понравился больше чем бой на су на су 26 и никнейм игрок с никнеймом дракон получает 5000 голды и первое место скажите вы что же там может быть что же как же почему же и сейчас мы собственно скачаем это и посмотрим гриль карта руинберг довольно таки неудобная карта для артиллерии не особо не особо удобно играть потому что ну вы видите то что карта городская мало простреливаемых артой зон гриль полностью с обычными снарядами вот нет голдовых снарядов видите вот все фугас чистые фугасы вот и собственно смотрим что же покажет нам на этот раз арта ну вот сводится куда непонятно зачем тоже непонятно вот видит первую цель тут же куда-то пытается пересвестись наверное поймать светляка нет пытается поймать светляка отдает эту задачу команде и вот находит первую цель аккуратненько сводится 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 стреляет и да добирает все таки один процент прямым попаданием в штуга третьего который загулял просто уже на чужой стороне базы и опять же сведение начинает уже кстати брать базу соперник и наверное вот обязательно хочет сбить захват но тут же переводится видео такую шикарную цель как черчилль просто это же такая няшечка ну вот такой дикий перелет часто бывает на гриле особенно когда вы кидаете именно в цель вот так вот в башню цели то бывают такие перелеты на гриле так как порта немножко не стабильно не по горизонтальной не по вертикальной наводке бывают такие перелеты особенно если вы не учитываете местность ну смотрим дальше что же будет делать гриль стреляет убивает черчилля отлично сводится сводится собственно едет к нему вот т-34 очка сводится на нее закидывает и тоже прямым убивает просто пробивает точнее это т-28 это т-34 т-28 тоже убивает прямым попаданием отличный выстрел видать попал в какую-то слабую зону на танке вот ну там много зону т-28 слабых низкого четвертого левого еще один прямой кстати на без пробития без пробития и добивает все таки сводится на еще одну стэшечку прямой в стэшку попадает хороший уже урон нанес за бой в любом случае на такой арте выше 1000 урона это уже неплохо то есть это уже значит то что вы стреляете и попадаете вот ждем ждет он пока цель появится заново в засвете кстати без засвета отправляет но вот просто м4 а2 е4 стоит там же не хочет передвигаться естественно получает фугас прямо в бочину и уезжает в ангар смотрим что здесь кидает сушку очень очень такой жесткий угол и попадает и уже почти близок к войну смотрите как тащит бой да прикрывает своих союзников вовремя стреляет кидает и попадает а смотрите кинул кинул нет не кинул не стал рисковать было там неудобное сведение неудобный угол у него уже не хватало вертикалки и вот тут стоят два аппетитных просто не один немец и один совет и вот собственно мимо у одного 7 процентов просто добивая не хочу как говорится к нему кстати приезжает слева там девятипроцентный стэшник не вижу какой стэшник но это скорее всего пзшка да это пзшка и в пт режиме просто давай до свидания в пт режиме добивает добивает пзшку едет спокойно переезжает не дергается не нервничает хоть соперников и мало осталось но не особо об этом заботится уверен в своих силах игрок под никнеймом палач и собственно будет сейчас выцеливать цель ищет вот есть впереди цель но неудобно стрелять союзник все таки можно попасть и довольно таки неудачно попасть допустим своего союзника выцеливает птшку уже есть сведения просто пытается рассчитать траекторию но не рассчитывает траекторию птшки а просто пытается свистить на труп стреляет и собственно сплэшем вот так вот на 270 добирает неожиданных хетцера видим что симфрагов это почти почти бывший бельтер но на арте он бельтера не получил естественно вот и едет добивать своего визави на артиллерии в пт режиме просто без страха и упрека стараясь заработать восьмой фраг но пока пока вот он едет мы немножко прибавим скорости находит арту стреляет мимо спускается опять в погоню опять сводится вот сейчас будет прострел нет прострела нет надо ехать в пт арта уже забрала двоих та арта тоже не совсем енот стреляет и ух какой перелет там снаряд мог на другую планету улететь при большом желании видим что опять сводится арта кстати уже в пт пытается добрать третий фраг и по моему вот третий фраг не особенно сопротивляется у него по моему больше желания взять базу нежели добить несчастную артиллерию несчастного лягушатника утопленного в предыдущем бою наверное это тот же лягушатник и он на самом деле мстит вот этой вот су-85 зато столкновение с кв-5 вот но сушка опять мажет вы видите убивает просто камень вот с выстрела взрывает просто камень опять целится игрок палач естественно там нет прострела и пока он не подъедет на квадрат к-1 или хотя бы там к-3 то прострел может быть только оттуда прострела естественно никакого нет все равно пытается сводиться может быть пытается прокинуть между окнами знает что есть там какой-то маленький узкий прострельщик вот поэтому не зря наверное это делает но вот видите да что он на полном ходу целится смотрит просто как он будет под каким углом он начнет уже пробивать эту арту арта совершенно не реагирует на него естественно пытается пытается выцелить птшку которая берет базу вот он сводится в арты совсем чуть-чуть хп достаточно маленького скромного сплэша арта решается выйти потому что ну терять нечего как говорится сзади сзади гриль спереди птшка решается выйти естественно добирается 85 потому что наверное с 85 больше интересовала медалька захватчик нежели победа в этом матче и вот собственно гриль пускается в погоню тут начинается наверняка вот знаете такая карусель вот туда-сюда ездит Суш туда-сюда ездит АМХ и все-таки отличным выстрелом прицельным точным скилованным игрок с никнеймом палач берет просто этот матч и делает восьмой фраг в этом бою хороший бой на руинберге такой вот затяжной с решающим таким фрагом и за это собственно игрок с никнеймом палач и получает 7500 голды это были те реплеи которые были выложены в группе Hewlett Packard Россия в ВК собственно также мы имели конкурс стальной дрифт который проводился именно в группе HP Россия в фейсбуке и могли все принять участие кто зарегистрирован в фейсбук собственно поэтому было все просто нужно было также выложить реплей и по лайкам также определялся победитель итак давайте перейдем к самим реплеям смысл реплеев был в том чтобы показывать какие-то интересную игру с использованием физики и вот собственно третье место занял один из первых стримеров один из людей которые начинали стримерское движение это Дима многие его знают его зовут Дима никнейм Старвар много интересного будет вот видите что много арты карта у нас мураванка в составе в принципе никаких неожиданностей тяжелые танки до шестого левела ну и соответственно пятый и четвертый в плане какого-то подсвета и помощи в давлении и собственно оставшиеся танки это арта либо вот такой вот заблудший танчик м2 мт танчик ну вот видим да что вначале его очень сильно пробивают большое количество хп теряет больше 50 процентов и собственно тоже настреливает приличное количество урона но пошел в размен хп да не стал ничего бояться и вот после вот этого да он уже понимает что не стоит все таки агрессивно идти не стоит танковать на этом танке потому что все таки это светляк и его задача больше подсвечивать для артиллерии врага его задача больше искать какие-то обходы и пути самому добираться до артиллерии вражеской и точнее подсвечивать и для дружественной артиллерии а вот как раз таки нужно именно подсвечивать артиллерию врага ну вот он сейчас попытается этим заниматься но видите никого не может просветить вот видит он птшку начинает ее кружить видите сколько дрифтов просто почти каждый раз когда резко поворачивается т50 происходит такой некий дрифт вот просто занос вот такой вот и вот он сзади просто напихивает этой птшки арта в него не попадает как раз таки он увидел еще одну арту у него ему арта с флешем все таки присылает на 14 совсем немного хп у него остается 68 единиц прочности как говорит кирилл орешкин собственно и мы видим что совсем совсем немного у него осталось но он не боится едет светить арту потому что понимает что если все таки высветит полностью всю арту то драться будет соперник уже вообще нечем не останется у него никаких танков так вот ему помогает красная линия выровняться от дрифта очередного на полном ходу и вот он замечает оставшиеся танки соперника много их тут стоит в кусте да и ничего почти не делает потому что ему тут нельзя ничего делать потому что если он бы начал стрелять до этого то его могли бы сами игроки зафокусить вражеской команды настреливает с 400 метровой дистанции в Су-26 но не попадает естественно пушка на это не рассчитана пушка в основном рассчитана на то чтобы стрелять с ближней дистанции стрелять на ходу в ближней дистанции то есть но к сожалению на какие-то дальние выстрелы она не способна вот приезжает последняя Су-26 и вот таким победным выстрелом арты завершается бой неплохой бой на светляке дожил до конца боя пострелял по многим врагам много человек подсветил и вот за такой бой собственно Дима награждается двумя с половинами тысячами галты собственно два у нас боя да топовых одинаковое количество лайков набрали два игрока мы сейчас вначале покажем бой на 12Т от игрока Санчезонок мы его будем называть кратко Санчез и собственно его реплей на МХ-12Т видим что использует барабанного француза наверное Санчез хочет артул в не очень хорошую ситуацию закинуло 12Т потому что все-таки есть восьмые тяжи восьмые стэшки против них ему бороться почти не вариант только в бок и только какими-то ухищрениями уловками из кустов вот и мы видим что вот начался бой да поехал сразу же смело вперед Санчез светит его союзники кучу танков отстреливается ни в кого никто не попадает Санчез естественно не тратит патроны в барабане потому что они пригодятся наверняка вот например на такого загулявшего Т-52 вот вот видите светит еще одну еще один танк это тридцать четверочка и А-20 точнее и первым выстрелом посылает просто в ангар вот Т-52 начинает отъезжать но разряжает в нее барабан или Т-50 да нет Т-52 разряжает в нее барабан убивает делает второй фраг наверное пора уходить на КД целей явных нет да можно уйти на КД и Санчез смело уходит на КД просто набив за один барабан целых два фрага как говорится семерых одним ударом вот перезарядка перезарядка у МХ-12 недолгая около 17 секунд ну там в зависимости от того стоит ли у вас там боевое братство вентиляция и так далее собственно видим что пока целей нет не лезет вперед понимает что настрелять он много с какого-то переднего фланга не сможет а сможет только дохватать кучу урона и растратить быстренько очень быстренько свои 600 хп скромные французские ну и вот начинает накидывать Т-29 довольно таки много пробивает попадает в бок вот видите удобно встал его никто не светит а он довольно таки удобно понакидал просто 29-ки 3 патрона за бесплатно собственно видим дальше что опять уходит на кулдаун потому что понимает что никого нет в свете задача его только просто постоять пострелять никуда не ломиться вот никого не атаковать союзники проехали немножко дальше вот он видит что уже с прикрытием своего союзного тяжка или ст своего союзного тяжка он может потихоньку пытаться настреливать Тайпу ну так как Тайп повернут к нему передом то пробивать получается не каждый выстрел вот он неплохо довольно таки накидал еще и Тайпу сейчас поедет быстрее вперед да едет вперед вот закончится сейчас перезарядка уже через пару тройку секунд буквально и можно будет спокойно без проблем накидать Тайпу вот Тайп почему-то выцеливает его вот и первым же снарядом Тайп отправляется в ангар далее едет старается ехать вперед уже видит что союзников намного больше и команда его имеет преимущество ничего не боится видит что нужно добрать собственно ПТшку которая уже беззащитно заезжает к ней в бок и собственно добирает ее без особых проблем видит арту ждет и схода просто посылает также арту в ангар ну и вот сейчас прицеливается остается только гриль единственная арта стреляет первый раз и собственно стреляет второй и победный раз неплохая игра на МХ-12Т зарабатывает воина в довольно таки высокоуровневом бою заметьте что танки были и восьмого уровня и СТ и ТТ вот довольно таки неплохо сыграла команда это все понятно но игрок показал довольно таки хорошую игру на танке за что собственно мы его и награждаем шестью тысячу тысячами игрового золота и вот последний на сегодня наш реплей игрока с ником Umbrella из клана Asos вот который сыграл на танке КВ-5 мы сейчас посмотрим как он это сделал и вот мы видим что карта как раз таки полугородская да больше такая вот в боях с клинчем в боях с какой-то вот перестрелкой на ближней дистанции и собственно Umbrella начинает с того что едет в более-менее стандартное место да то есть тут в принципе может быть два места это либо квадрат где соревнуют стяжки квадрат G8 G7 да вот там перестрелки постоянно идут либо квадрат куда сейчас едет игрок Umbrella и этот квадрат приблизительно B2 B1 вот там происходят основные перестрелки а выезжает вот он довольно таки агрессивный вид что на него танки не обращают внимание не решается сделать первый выстрел потому что Тайпа начинает шевелиться двигаться очень быстро и вот собственно отправляет первый снаряд просто в нагло выехавший из А3 и наносит около 280 урона далее понимает что ему на Тайпов влазить не стоит пытается контролить и СА потому что ИС может его легко пробить почти в любую в любой плоскости и нанести его такие вот неприятные 324 урона он продолжает выцеливать Тайпов стреляет в зад башни Тайпа пробивает Тайпа на него внимания не обращают грамотно прячет корпус то есть он прячет и вот лючок определенный на корпусе да то есть и собственно прячет свой свою башенку верхнюю добивает вот он Тайпа 59 совсем не обращали внимание на него Тайпы стоит он вот здесь этот Тайп тоже продолжает его игнорировать и получает собственно пулю в нижний бронелист патрон в нижний бронелист и снаряд в нижний бронелист и вот пытается повторить свой успех но нет Тайп кстати тоже не может пробить КВ-5 что и понятно КВ-5 имеет очень хорошую броню даже сбоку и имеет очень сильно поглощающий урон гусли вот кстати обменивается он уроном с Тигром Тигр вот прям выехал и сразу же попал пытается выцелить ключок и точно минус еще один Тайп второй Тайп записывает себе на счет Амбрелла едет дальше смело вот видите играет активно агрессивный игрок играет не старается стоять у него враги походу вообще внимания не обращают то есть он не интересен вообще как таковой даже потенциальный фраг вот и добивает Тигра второго в нижний бронелист ну вот могу сказать что с нормализацией сейчас уже такая штука не прокатится с КВ-5 Тигр второй очень редко под углом пробивается в нижний бронелист прошу заметить что стреляет Амбрелла не голдой то есть все вот сегодняшние наши призеры они стреляли обычными снарядами не голдовыми только вот там Су-26 но у нее смешанный был набор боекомплекта вот собственно видим что находит СА и опять ИС в него не смотрит противники как будто он включил режим невидимости вот такой вот после того как у него последний раз стрельнул Тигр Амбрелла подумал отдай-ка я вот использую вот эти скачанные читы от Инаки и собственно включу просто режим Виза вот поэтому не хотят они в него стрелять наверное настреливает он в бочину просто вот еще и Першингу Першинг тоже не обращает на него внимание то есть говорит а зачем мне КВ-5 я пойду на фуловых два танка вот тут он все-таки одумался но поздно так как с шикарным выстрелом с 212 или там 16 метров его просто амбрелла поджигает и отправляет еще одну свою жертву в ангар дальше едет просто добирать эти два фрага потому что нечего ему их бояться они на него внимание не обращают по-прежнему то есть игроков просто не интересует КВ-5 их интересует что-то полегче просто то что находится слева от слева от игрока амбрелла смотрим кто это а это КВ-5 то есть вот этот КВ-5 они хотят стрелять потому что он афкшный а в нашего героя который собственно как раз таки представляет единственную опасность сейчас для них они стрелять не хотят получает он в бок не пробивают его начинает стрелять фугасом пытаясь пробить лючок пробивает на 117 не очень понимаю зачем стрелять фугасом если есть голда если видно собственно так легко видно сиську вот пробивает все таки в лючок сам отъезжает ну и игрок тоже в него не попадает не наносит должного урона тем временем тигр просто не обращая внимания на КВ-5 начинает брать базу тигра лёва но зачем правда не стоит согласен зачем стрелять КВ-5 если ты можешь просто аккуратно взять базу когда он находится в 10 метрах от тебя согласен отстреливается собственно КВ-5 в бочину лёве в задницу лёве то есть любая часть лёвы становится доступна поджигает кстати второго врага за этот бой и делает счет своих фрагов уже в количестве 6 штук вот начинают они перестреливаться с таким же танком как и он с кв-5 не заряжает свободно не тратит вообще голдовые снаряды играет очень экономно я бы на его месте зарядил голду да я начал расширивать голдой потому что все таки надо да надо там убить обязательно этот кв-5 а если кв-5 грамотный то он мог при большем количестве хп все таки одержать верх ну вот собственно игрок амбрелла остается на своей базе и понимает что скорее всего доехать до хумеля вражеского он уже не успеет потому что хумель будет прятаться естественно хумель бегает довольно таки быстро и на кв-5 его почти невозможно догнать плюс еще и неизвестно где это арта вот и я думаю просто едет за командой чтобы уже по ходу начинать праздновать победу начинать отмечать вот эти вот шикарные 7 фрагов вот против соперников которые на него не смогли ничего ему просто противопоставить и вот собственно конец боя за такой просто шикарный бой на кв-5 наверняка нафармил очень много кредитов отстрелял огромный боезапас вот за вот этот вот прекрасный бой игрок с никнеймом Umbrella из клана Aces получает 6000 игрового золота итак друзья еще раз напомню вам победителей в контакте в HP России подвиг Леонида у нас победители это третье место в Волон второе место дракон и первое место и дрифт который проходил в HP России в фейсбуке победители точнее призеры третье место занял игрок с никнеймом Starwar Дмитрий поздравляемого второе место грубо говоря первое поделенное со вторым местом занял игрок Санчезонок и как говорится второе первое место или первое первое место одним словом рядом с ним на подиуме стоит игрок с никнеймом Umbrella с его шикарной игрой на КВ5 вот такой вот получился ивент друзья обязательно следите за ивентами они будут вот всегда вот стримы и конкурсы в группе Hewlett Packard Россия то есть можно будет смотреть все это и следить за этим всегда будут приходить какие-то уведомления подписывайтесь благодарим опять же наших спонсоров спонсоров Hewlett Packard которые являлись как говорится финансовой поддержкой нашего ивента спасибо всем кто придумывал этот ивент кто в нем участвовал и особенно его победителем за такие красивые бои с вами был Инаки собственно сообщество The Red всем спасибо большое за то что смотрели и опять же таки спасибо моей маме за то что я такой клевый удачи вам друзья хорошего рандома отличных реплеев и просто отличного настроения пока